Новый тюль, красивый, приехали, нарезали на кусочки, только деньги истратили, а он падает. Знаете, я сделала очень и очень правильно. Зачем я наклеила тюль на окна? Это я поняла именно сейчас, когда я не имею сил, когда я сама не могу влезть на стремяночку, снять настоящий большой тюль, постирать, а потом опять повесить. А перед этим нужно его еще прогладить, порой утюжить, как вы правильно говорите. Что плохого в том, что я наклеила тюль на окна? На этот вопрос я не могу ответить. Ничего плохого я не нашла. А вот моим цветам, которые стоят на подоконнике, очень даже комфортно, особенно летом. Жаркое лето. Сейчас лето очень жаркое. Комфортно мне, потому что я вижу всех, меня никто не видит. Затем легче стирать, легче убирать. Реже моются окна, и реже, кстати, тюль стирается. И потом еще пасмурные дни, когда нет солнышка, то если зашторить окна, то в квартире просто ночь. А тут будто бы и закрыто, и будто бы все открыто. И в квартире светло и уютно. Почему тюль падает? Его невозможно приклеить, наклеить на эти окна. Поехали, купили новый тюль, красивый. Приехали, нарезали на кусочки, только деньги истратили, а он падает. Хотя, кстати, я вам хочу сказать, что у меня тюль дореволюционный. Я говорю, держится уже, по-моему, пятый год, и все нормально. То есть не обязательно идти покупать новый. Но такая беда, мне неприятно читать, и вам неприятно писать, и тем более, что потрачены деньги. Так вот, квартиры, где на окнах собирается конвенсат, из таких окна, здесь намораживается даже снег, лед. На этих окнах, ну, летом еще можно наклеить тюль, а зимой ничего держаться не будет. Затем наклеили тюль, нужно закрыть окна и двери, и покуда он не высох на дне, ничего не открывается. Еще одна небольшая причина – это грязные окна. Особенно, когда мы приезжаем на дачу, и хотим там за секунду все это заклеить, а окна не помыли. А там грязь, а там, кто его знает, что он, в общем, грязные окна, и тюль, конечно, держаться не будет. Тюль падает, если неправильно заварить крахмал. На литр воды две столовые ложки без горки крахмала. Портится ли стекла от крахмала? Нет, не портится. Наоборот, становится еще чище. Но более концентрированный раствор не стоит делать, потому что будут стекла как забитые, матовые. А нам все-таки нужен свет в квартире. А что с тюлем? Желтеет? Нет, не желтеет, не краснеет, не рвется. Ничего с ним не происходит. Желательно покупать, конечно, тюль такой, чтобы он был вот эти вот цветочки более мелкие. Тогда будет опять-таки больше света попадать в квартиру. Но мне так очень нравится этот мой рисунок, который находится у нас на кухне. Сзади балконы, квартиры, дома, ничего не видно. Как снять? Ну, снять это вообще элементарно. Он не порвется, когда вы будете снимать. Просто набираем воду и хорошенечко увлажняем тюль. И буквально через пару минут, когда я все это увлажню, он легко и просто снимается. Ну, хочу так сказать, конечно, вы сказать, ой, какая же она. Но так в жизни иной раз получается, что каждый день окна не моются, и тюль меняется на окне раз в два года. Вот этот тюль, который я не снимала на протяжении двух лет. Все бывает в жизни. Никогда нельзя судить. Вот смотрите, как прекрасно все очищается. И вот стекло. На стекле только осталось, чтобы вот так увлажнить еще стекло и протереть тряпочкой. И оно будет чистое. Тюль мы сейчас постираем. Ну, смотрите, белоснежный тюль. Тюль постирала, и хочу у вас спросить. Пожалуйста, ответьте, если вам не трудно. Когда вы стираете тюль, вот этот, который вы наклеиваете на окна, какая вода? У меня чистая вода. Вот чистая. Как будто бы этот тюль вот здесь не был почти что два года на окне. И стекло, как видите, моется отлично буквально в течение секунды. Не то, что там два-три часа, да. И вот когда снимаешь тюль обычный, который висит вот так вот, громаднейший, то вода черная. Здесь белоснежный. Что я делаю дальше? А дальше я опускаю в раствор с крахмалом. Так немножечко как бы его ополаскиваю, этот тюль. Слегка выжимаю. И сейчас будем клеить на окно. Вот тюль наклеила. Он еще мокрый. Есть разница мокрый и сухой. Какой лучше всего брать крахмал? Мне нравится картофельный. Кстати, не забудьте, когда будете заваривать крахмал, оставьте себе немножко, отвейте вернее, маленькую чашечку для рук или лица. Это классная масочка. Затем, видно ли с улицы, вы спрашиваете. Видны силуэты. Так не видно, кто там ходит на силуэты, что-то там тень и плукает. Какой тюль лучше всего брать? Ну, конечно, бэушный. Это вообще вам будет все даром. Но лучше, конечно, если без шутки, то чтобы там было больше бумажной ткани. Синтетика иной раз плохо клеится. Поэтому, может быть, тоже по этой причине тюль отпадает. Я вам желаю всего самого доброго. Не забудьте за масочку. Масочку обязательно сделайте на личика. Будьте здоровы, веселы и живите долго и счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова